Подъем на гору Гаверлу, самую высокую точку Украины, был любимым ритуалом президента Виктора Ёщенко. Именно на этой вершине он в 2001-м объявил о создании блока «Наша Украина». И с тех пор вместе со своими соратниками взбирался на гору каждый год. Мы с вами победим, как победили в 2004-м году. Но в 2005-м во время массового восхождения неожиданно поднялась страшная буря. Погиб человек, несколько людей пострадало, а сам Виктор Ёщенко чуть не пал жертвой молнии. И все покатилось под откос. Виктор Ёщенко понял, что взять власть гораздо легче, чем ее удержать. Его вынесло на самый верх в рекордно короткие сроки. Это история оглушительного успеха. И история оглушительного провала. К концу президентского срока рейтинг Ёщенко был 3%. И было понятно, что ничего из того, во что верили люди во время первого Майдана, не сделано. И сделано не будет. Я могу сказать только одно, что он трепач. Он оказался не нужен нигде. Ни на Западе, который его фактически поставил. Ни в Украине. Ни уж тем более в России. Каждый государственный деятель, как правило, имеет в народе кличку. И прозвище украинских политиков часто весьма остроумны. Топа и Гепа называют бывшего мэра Харькова Михаила Добкина и нынешнего мэра Геннадия Кернеса. Кактусом зовут Алексея Костусева, мэра Одессы. Кучму любившие его называли Рыжим, а враги – Чучмой. Два самых популярных прозвища Порошенко – Петр Рошенович и Шоколадный Заяц. Виктора Ющенко за страсть к пчеловодству называют пасечником. Он же Ющ, он же Мессия. Самую обидную кличку ему придумала Юлия Тимошенко. В сентябре 2004-го, когда красивое лицо будущего президента вдруг стало пугать всю страну. Когда случилось несчастье, первое, что она сказала, когда его увидела, сказала, Господи, ты самостоящий покемон. И эта кличка привязалась. На вопрос, почему в 2004-м Ющенко в считанные дни превратился в монстра, ответа нет до сих пор. Поставить точку в многолетнем расследовании помогли бы анализы крови бывшего президента. Но он их сдавать отказывается. Первый заместитель генпрокурора Украины Ренат Кузьмин в 2013-м году даже предлагал принять закон, позволяющий притащить Виктора Ющенко в лабораторию в принудительном порядке. Но ВОЗ и ныне там. Мое лицо, как лицо Украины. Как только страна вылечится, так и я сразу перестану болеть. Большинство экспертов и сам Ющенко утверждают, что это было отравление. Вопрос, чем? И кто, и как это сделал? 5 сентября 2004 года большой любитель старины Виктор Ющенко и его соратники по предвыборной борьбе заехали в гости к коллекционеру икон Валентину Шуру. Пенсионер подарил любимому кандидату бронзовый крест и предложил выпить своего фирменного шуровского коньяка. Жвания потом рассказывал, что это была сущая дрянь. И напиток он выплюнул, а вот Ющенко сделал два глотка. В 9 часов вечера Ющенко ужинал у крупного украинского бизнесмена Олега Головина. К столу подавали заказанные в ресторане суши, а также форель с раковыми шейками. Пили французское вино, виски и коньяк. Рядом с Ющенко снова был Жвания. Причастен ли, по вашему мнению, Давид Жвания к этому отравлению? Думаю, да. Думаю, да. Это еще мягкая форма ответа. Потеряв лицо, Виктор Ющенко начал говорить, что это была попытка убить его диоксином. А Жвания утверждал, что история про страшный яд придумана окружением Ющенко. Бывший президент дурачит всю страну. Открытое письмо прокуроров есть до 2005 года. Там есть утверждение, что никакого отравления не было. Наевшись суши, Ющенко приехал на тайную вечерю к заместителю главы СБУ Владимиру Суцуку. И начал пить пиво, потом водку, потом коньяк, закусывая раками, пловом с бараньим мясом и самсой. Позже он сделает заявление, что к отравлению причастен и Владимир Суцук. Но прошло 4 года, Ющенко ушел с президентства. Преступника так и не нашли, потому что его нет. Будущий президент Украины родился в глухой украинской провинции, деревушке Харуджевка, Недрыгайловского района Сумской области. Родители были простыми учителями сельской школы. Став уже крупным государственным деятелем, Ющенко любил рассказывать, как в детстве паз коров и выращивал свиней. И однажды закопал в огороде банку с деньгами, собирался купить велосипед. Но тайник был обнаружен родителями. Тогда они даже не думали, что пройдет время и их сын станет ворочать уже миллионами долларов. И закапывать он будет деньги уже не в огороде, а, к примеру, на Кипре. Депутатская следственная комиссия обвинит его в незаконном уводе туда 580 миллионов долларов из украинских валютных резервов. Когда все обратили внимание на то, что сразу же коррупция выросла уже не в разы, а на порядок. Было два варианта, либо забрать у кого-то, либо украсть из бюджета. Виктор Ющенко закончил Тираспольский финансово-экономический институт по специальности экономист-бухгалтер. В середине 70-х с таким дипломом особой карьеры сделать было невозможно. Поэтому Ющенко начинает двигаться по партийной линии, становится членом КПСС. Слово «коммунист» и люди, исповедующие идеи Ленина, будут прокляты им гораздо позже. Окончил идеологический факультет Университета марксизма-ленинизма. То есть стал красным пропагандистом. Был принят на работу в контору Госбанка СССР, естественно, республиканского отделения. И в 1985 году же переезжает жить на постоянную работу в Киеве. Способности Ющенко к финансовой деятельности всегда вызывали массу споров. Одни называют его банкиром от Бога, другие – зиц-председателем, за спиной которого работали профессиональные воры. То есть человек, который ничего не делает, а занимает видное место на случай, если в махинациях тех, кто стоит за ним, разберутся. Тогда за эти махинации посадят его, а сами махинаторы останутся за кадром. Ци руки ничего не крали, говорил он позже во время своей предвыборной кампании. И это правда. Украли его заместители в Агробанке Украина. Было начало 90-х. Украину разодрали криминальные группировки. На то, что происходит в наплодившихся банках, какие крутятся схемы, власть влиять не могла. Или не хотела. Так банк недосчитался 84 миллиона рублей, которые исчезли из этого банка безвозвратно. В следующем году, в 92-м году, Агропромбанк Украина перевел в США на счета фирмы 15 миллиардов рублей, что превышало 233 миллиона долларов по тому времени. И деньги так там и остались. Было возбуждено уголовное дело. Показания давали многие высокие чиновники и, само собой, зампредправления Виктор Ющенко. Следователи написали 80 томов, но в итоге дело рассыпалось. После этого, имея за плечами разоренный в мелкие дребезги банк Украина, он стал председателем Национального банка Украины. И 5 лет возглавляет Национальный банк Украины, 5 тяжелейших лет, не будучи даже кандидатом экономических наук. Он стал преемником Вадима Гетьмана, второго председателя Национального банка Украины. Гетьман отправился налаживать валютную биржу и считал, что Ющенко проведет в главном банке страны грамотные реформы. Через 5 лет Гетьман будет застрелен в лифте своего дома членом банды Кушнира, преступной группировки из Донбасса, крайне недовольной тем, что Гетьман поддерживает ненавистного им Ющенко. Украина так и не выбралась из 90-х, когда страной рулили ОПГ и несколько олигархов. И многие эксперты считают, что Ющенко страшно повезло. Испорченная внешность – минимальная цена за участие в таких политических играх. Могли в конце концов просто убить ничем. Украинские нравы попроще нашли. Билет на опасный аттракцион под названием «Украинский политикум» ему вручила Кэтрин Клер Чумаченко – американка, дочь украинских мигрантов. В 1998 году она станет его официальной женой, и все начнут называть ее Екатериной. Историческое знакомство состоялось в 93-м высоко над землей. В одном салоне самолета с Кэтрин Клер оказалась группа украинских политиков. Жена Ющенко была, в общем, фактически агентом ЦРУ, и причем никто даже это не отрицает. Добрые дяди женили на нужной жене. То есть он попал вот такой вот в американский инкубатор политических элит. Вот. Его быстро инкубировали в президента Украины. Слухи о возможной связи Екатерины Чумаченко с ЦРУ были подогреты расшифровками пленок майора Мельниченко. Все это обсуждалось на самом высоком уровне между президентом Леонидом Кучмой и тогдашним председателем СБУ Леонидом Деркачем. Но сама Екатерина факт связи с американскими спецслужбами всегда отрицала. Катя Чумаченко в этой истории, наверное, единственный из всех счастливый человек. Она, а, выполнила задание свое, б, сделала невероятную карьеру, ц, получила нормального мужика. Екатерина Чумаченко заменила на посту супруги женщину, о которой известно очень мало. Светлана Колесник встретилась с Виктором Ющенко в 70-е в Сумской области. Он был бедным бухгалтером, она учительницей украинского языка. Поженились, родили двоих детей. В 85-м переехали в Киев. Карьера Ющенко пошла круто в гору. Он стал банкиром, в доме появился достаток. У Светланы были дорогие наряды, личный водитель и даже редкая в то время иномарка. Но отношения почему-то становились хуже. В 93-м, когда он увлекся гражданкой США, Светлана узнала об этом не последней, а одной из первых. В чем многие видят хитрость Чумаченко. Через совсем короткий промежуток времени Светлана, тогда еще жена Виктора Ющенко, находит в его кармане внутреннем каким-то образом несколько фотографий Кати. Катя. Кэтрин Клэр Чумаченко приехала в Киев в начале 90-х, до этого получив блестящее образование в двух лучших университетах США. И завела активную дружбу с двумя журналистками «Лос-Анджелес Таймс» – Мэри Миссио и Мартой Коломейц. Марта была мозговым центром этого девичника и сотрудничала с госдепом США. После знакомства Кати с Ющенко девушки решили, что это прекрасная фигура для роли президента Украины. И взялись за его активный промоушен на Западе. Он часто бывал на Западе, он часто бывал в Америке, он был знаком с Соросом, он был знаком с Бзежинским. Через четыре года романа с Катей Чумаченко и активной работой ее многочисленных американских друзей состоялся визит Леонида Кучмы в США. И Альбер Горт высказал пожелание – назначьте премьером молодого реформатора Ющенко. Ющенко был на этот должник поставлен американцами, он был поставлен под Кучму, чтобы осуществлять, как это модно говорить, реформаторскую, на самом деле, либеральную политику по уничтожению страны в интересах глобального бизнеса. Его самым лучшим советчиком во всех вопросах стала новая жена Екатерина Чумаченко. Что носить, с кем общаться, к чему стремиться? Благодаря ее стараниям Виктор Ющенко приобрел западный лоск и расстался с малиновыми пиджаками, которые любили разбогатевшие в 90-е и новые русские, и новые украинцы. Это был основной двигатель, который продвигал Ющенко наверх. То есть без такой супруги, в общем-то, маловероятно, что Ющенко, конечно, был бы выдвинут на авансцену украинской политики. Первой задачей было свалить надоевшего Западу Кучму. Второе, что касается более крупного политического заказа со стороны западников, он должен был испортить отношения с Россией. За время, что Виктор Ющенко был премьер-министром, на Украине случился прирост ВВП. Впервые после выхода республики из состава Советского Союза. Но зарплаты и пенсии оставались нищенскими. В два раза выросли тарифы ЖКХ. Людей не покидало постоянное чувство тревоги и ощущение полной безнадежности. Инфляция в стране зашкаливала. Он поотменял все льготы, которые можно было отменить и чернобыльцам, и пенсионерам, и военнослужащим, и государственным служащим. И цена на бензин возросла на 30%. Вице-премьером была Юлия Тимошенко. Она уже держала в руках топливно-энергетический комплекс страны. Заработала огромные деньги. Один раз посидела немного в тюрьме. Ющенко ее побаивается и не любит. И когда в январе 2001 года по инициативе Кучмы ей выдвинули обвинение в коррупции и посадили опять за решетку, защищать ее он не стал. Пусть Кучма делает, что хочет. Как мне стало известно из достаточно конвенциальных источников, сам президент Кучма распорядился, чтобы условия ее пребывания были наиболее жестокими и наиболее тяжелыми. В СИЗО Тимошенко провела 40 суток и вышла оттуда в образе пламенного революционера, готовым символом очень нужных Украине перемен. Она обратилась к Виктору Ющенко с открытым письмом, в котором упрекнула его в соглашательстве, но при этом предложила объединиться в команду. Ющенко ответил ей отказом. А через несколько месяцев после резкой критики Верховной Радой его отправили в отставку. Это был политический аборт. Демократическим силам показаны на золотой карточке. И что остается делать изгнанному с высокого поста человеку? Объединиться с такими же обиженными и вместе вынашивать план мести? Оппозиционерами очень часто оказываются те, кто уже побывал во власти и доказал свою профессиональную непригодность к ней. Они стали бесподобным дуэтом, завоевывая все больше сторонников, провозглашая очень востребованные лозунги «Вперед! В Европу! Долой казнокрадов и прогнившую власть!» Мы работаем каждый час, чтобы земля горела под ногами у президента. И будем работать до тех пор, пока Кучму не выволокут из кабинета. Конечно, Ющенко не мог соревноваться с Тимошенко ни в чем. Тимошенко гораздо харизматичнее его, у нее гораздо более серьезная массовая поддержка. Кроме всего прочего, она сама не одна из ведущих олигархов, по большому счету, Украины на тот момент уж точно. Тимошенко всегда выстраивала одну и ту же схему. Она пропускала мужчину вперед, а сама становилась позади, но при этом имела на него тотальное влияние и рулила всеми процессами. Она крутила всем, чем можно. Вялый, бесконечно говорящий Ющенко и совершенно жесточайшая, хватающая, рубящая везде Тимошенко. 6 июля 2004 года Ющенко был зарегистрирован в качестве самовыдвиженца для выборов президента Украины. Американская модель успеха предполагает, что политик должен быть не только умным, но и обязательно красивым или хотя бы обаятельным. Виктор Ющенко с этой точки зрения был идеален. Уже все-таки дядька-то был очень интересный, да, ты посмотришь, такие портреты, да, прям актер американский. А еще американская модель успеха предполагает вечную молодость. И масса экспертов уверена, что накануне решающего прыжка в сторону президентского кресла Ющенко решил стереть с лица следы усталости и признаки старения. В частной клинике Рудольф Финнерхаус ему были сделаны в лицо инъекции, о составе которых точно сказать никто не может. Одни говорят, это был банальный ботокс. Другие – препарат со стволовыми клетками, самое дорогое и популярное средство для омоложения среди политиков и богатых бизнесменов. Там, значит, в Австрии, оказывается, была очень темная история с этими стволовыми клетками, которые как будто приехали с Украины. И партия была очень плохая. Вот это еще сыграло свою роль, что ему вкололи плохо очищенный раствор, в котором остались хрящи. Ющенко вернулся в Киев. По версии журналистов, выпил горилки и началось. Его лицо за считанные дни превратилось в погровую маску, изрытую ямами и буграми. И это в разгар предвыборной кампании, когда он все время выступал на людях. И если бы только кожа. Болело у него абсолютно все. Я читал все подробно в выписке, как его вывели из этой, ну, безумной боли. Он не мог ходить. Отечное лицо, потом высыпание на теле. Затем поражение всех внутренних органов. Желудка, кишечника, колит. И у него в позвоночнике катетер стоял. И туда несколько раз в день вводили сильнейшие обезболивающие препараты. Вот что такое тяга к власти. Виктора Ющенко сначала обследовали в Киеве. Это были лучшие врачи Украины, которые в итоге развели руками. Что происходит с его организмом, никто понять не мог. Потом он отправился в Вену, в клинику, где ему делали омолаживающие процедуры. За медицинским детективом следил весь мир. Ситуация была жуткая, когда его привезли. Он даже идти не мог. Его вынесли из машины. Кипят предвыборные страсти. На место президента Украины метят 24 человека. Но всем понятно, что борьба развернется между двумя самыми сильными противниками. Виктором Ющенко и Виктором Януковичем. С технологической точки зрения отправление было очень уместно. Потому что фактически на этом он обеспечил значительную часть своего электоральной поддержки. Представители австрийской клиники сделали сенсационное заявление 22 сентября 2004 года. Обследование позволили обнаружить в тканях и крови пациента концентрацию диоксина, превышающую норму минимум в тысячу раз. Я даже знаю, кто эту версию предложил. Начальник его штаба Зинченко. И, соответственно, Ющенко уже шел с наступлением, что посмотрите на меня. Я жертва отравления. Кто сделал? Это сделала власть. Поэтому нужно как можно быстрее сменить тума, то руководство, на новое руководство, которое я возглавлю. В январе 2005-го, когда Ющенко уже одержал победу в выборах, количество доз диоксина в нем выросло уже не в тысячу, а в шесть тысяч раз. Я до сих пор не могу привыкнуть к своему новому лицу. Ведь, согласно многочисленным экспертизам, у меня шесть тысяч доз диоксина. Его предвыборная кампания была одной из самых эффективных в истории мировой политики. За него агитировала даже брошенная ради Екатерины Чумаченко первая жена. И это как раз был единственный момент, когда она немножко позволила себе выйти из тени. Лана приезжала и рассказывала о том, что Витька хороший парень. Он не оставил детей, но во время развода оставил ей все. Детям помогает, в общем-то, и прекрасный человек. Развод она переживала очень болезненно. Ушла в религию, вела очень замкнутый образ жизни. Но бросивший ее супруг нашел слова, заставившие ее на время стряхнуть с себя депрессию, а также деньги. Светлана после его победы стала богатой женщиной. У нее все хорошо. Занимается довольно, в общем, крупным бизнесом на Западной Украине. Причем занимается этим бизнесом совместно со своим сыном от Виктора Ющенко Андреем. Виктор Ющенко всегда выстраивал образ решительного борца с коррупцией и демонстрацией богатства. Страна голодает, жировать нельзя. Заступник начальника КОБРы. Заместитель начальника КОБРы, спецподразделения ГАИ Украины по фамилии Кожа. На этого человека, кажется, подполковника ГАИ зарегистрированный. Порш Каен стоимостью 200 тысяч долларов. А еще Тойота Лэнд Крузер за 100 тысяч долларов. Заяву про вставку. Сейчас заявления об отставке должны подать начальник ГАИ Украины и его зам, который курирует КОБРу. Руководитель КОБРы и тот сотрудник, о котором сейчас шла речь. А вот членов семьи в отставку не отправишь. Сын Ющенко Андрей, знаменитый киевский плейбой, ездил пьяным на чужих машинах. Как-то устроил стрельбу у ресторана и проиграл в казино 100 тысяч долларов США. Но когда папа президент, с рук сходит абсолютно все. 100 тысяч долларов оставить в клубе за один вечер. Откуда у этого мальчика такие деньги? В первом туре президентских выборов Виктор Ющенко и Виктор Янукович шли ноздря в ноздрю. Ющенко набрал всего на 0,5% больше. Был назначен тур второй. И потихоньку стал собираться Майдан. Мы заявляем недоверие Центральной избирательной комиссии Украины, фальсификации выборов и требуем созыва внеочередной сессии парламента. Ющенко был типичным президентом надежды. Они не раз уже подобные типажи встречались в истории. Единственное, что создавало окружение Ющенко и он сам, это впечатление. Они создавали это очень хорошо. 21 ноября 2004 года киевская милиция задержала автомобиль с двумя гражданами России. В багажнике было обнаружено самодельное взрывное устройство огромной мощности. Затем была найдена еще одна машина со взрывчаткой. Весть о том, что пойманы российские террористы, быстро донеслась до Майдана. Оранжевые обвинили штаб Януковича и российские спецслужбы в подготовке покушения на Виктора Ющенко. Мало того, что его пытались отравить, и он потерял лицо, так еще и хотят убить. Рейтинг Ющенко стал еще выше. Жертва политических репрессий, соответственно, с очень жестким давлением на него. Однако на допросе террористы рассказали о том, что всего лишь выполняли заказ, за который должны были получить в общей сложности 250 тысяч долларов. Заказчик поставил задачу – сымитировать покушение на Ющенко, чтобы получить дополнительные очки в борьбе за кресло президента. Кто конкретно проплатил этот цирк, осталось неизвестным. Называли фамилии Бориса Березовского и Юлия Тимошенко. В те дни она была готова на все. И тратила колоссальные деньги, одержимые жаждой власти. Тимошенко, которая действительно одна держала Майдан на свои деньги, она стала действительно первым человеком на Украине. Первым, так и Жанна Даг, украинской политики. И она сделала Ющенко президентом. Конечно, стоя рядом с Виктором Ющенко, она думала, что президентом должна быть она. Но делать было нечего. Денег у нее было явно меньше, чем у сил, которые поддерживали Ющенко. Американцы указали на Ющенко. Сказали, это человек должен быть президентом. Выбор сделали они. Он был удобен для того, чтобы разрушить систему, которая была построена при Кучме. Но в дальнейшем никто не собирался серьезным считаться. Во втором туре победил Виктор Янукович. Почти 50% голосов. Но сторонники Ющенко не уходили с Майдана и добились третьего тура. Это уникальная ситуация. Нигде в мире третьего тура в президентских выборах не предусмотрено к тому, что Конституции не бывало. В будущем мы еще скажем свое слово. Жизнь Виктора Ющенко сделали две женщины. Американская жена и Юлия Тимошенко. Многие скептики говорят, что и та, и другая связь была исключительно по расчету. Но брак Ющенко крепок и держится до сих пор. А вот с Юлией Тимошенко он расстался. Это же свобода слова, Виктор Ильич. Я завершу сейчас. Я такое чувство, что до сих пор американцы не могут простить Тимошенко, что она загубила им всю операцию с Майданом номер один. Они полностью выиграли. Все. Президент Ющенко, жена агенции РУ, премьер-министр Тимошенко, у лидеров партии регионов, у всех или сидят в предварительном заключении, или повестка в прокуратуру, все, так сказать. И тут начинается вот эта схватка Тимошенко с Ющенко, которая фактически обнулила рейтинг того самого Ющенко, которого столько времени пестовали и вели к власти. После победы Ющенко пост премьер-министра должен был достаться Петру Порошенко. Он, как и Тимошенко, вложил в Майдан немало личных средств, а главное, был кумом Ющенко, то есть крестным отцом ребенка. Для Украины это почти брат. Причем с братом можно поссориться, а вот с кумом поссориться уже нельзя. Это люди не поймут. Но, как говорят в народе, Ющенко кума кинул. Пост премьера получила лидер очень сильной тогда партии Батьковщина Юлия Тимошенко. На вопрос, почему она, Ющенко тогда ответил, скромно опустив глаза. Просто она так хотела. Я знаю, что в обществе от нового правительства ожидают чудо. Это чудо социальное, чудо по наведению порядка, чудо по главенству справедливости. Я хочу сказать, что мы это чудо сделаем. Политика Юлии Тимошенко – это политика перманентных скандалов и попытки передела собственности. Получив власть в качестве премьера, Юлия Владимировна тут же занялась решением бизнес-задач. Причем не бизнес-задач государственных, а бизнес-задач себя и своего окружения. Тимошенко устроила реприватизацию трех тысяч предприятий, разворошила олигархические кланы, перешла дорогу многим друзьям и бизнес-партнерам Ющенко. Юлия Тимошенко быстро дала понять, что Ющенко свою роль отыграл, что или он становится ведомым, или пусть уходит в небытие. Все силы президент и премьер-министр тратили на войну друг с другом. Кто схватит больше? Какого олигарха удастся перетащить в свою команду? Первое время Ющенко сопротивлялся эффективно. Ее попытки робкие отобрать у жирных котов жирные куски закончились провалом. Немедленно вмешивается окружение Ющенко и пытается снова вернуть то, что нахапали они за последнее время. Это главные причины их кризиса. Не проработав с соратницей по Майдану и Года, Ющенко отправляет Тимошенко в отставку. Теперь мы с Ющенко разной командой, каждый пойдет своим путем. Ющенко назначает премьером Юрия Еханурова, но новое правительство вскоре сметет Верховная Рада. Экономика страны в упадке. Люди ждут обещанной на Майдане жизни в Европе. А все, что им предложено, бесконечный политический цирк. Постоянно и Янукович, и Тимошенко рвались к власти. У Ющенко был только один шанс. Сделать то же самое, что сделал Янукович, придя к власти. Ему надо было посадить Юлию Владимировну и Виктора Федоровича. Тогда бы он смог проправить. Потому что никаким другим способом унять пассионарную энергию и жажду власти одного и второго ему было не под силу. Ющенко, оставшийся без сильного плеча, мучительно ищет опору. Он понимает, вот-вот и его сметут. Сегодня на слуху у нас масса проблем. В первую очередь это рост цен, вступление в Евросоюз. Новая власть совершенно не выполняет своих обещаний, которые были даны на Майдане. Приглашения к сотрудничеству злейшего врага Виктора Януковича одни назвали великой мудростью настоящего политика, другие – двуличием и демонстрацией уже полного бессилия. Я думаю, что Янукович был он всегда омерзителен, Ющенко. Но Ющенко был слабый, ни одно его решение не продвигалось. Партия регионов в то время была мощной силой, одержала победу на парламентских выборах, и Янукович стал премьер-министром при оранжевом президенте. Но союз бывших врагов продержался тоже недолго. Страсбург, дворец Европы, встреча старых добрых друзей, два лица цветных революций, которым в то время рука плескала Европа. Оба выглядят неплохо. Молодые, хорошо одетые политики принципиально нового формата. Я очень счастлив, что сразу после того, как Ющенко избрали президентом, первая встреча у него была с президентом Грузии. А как могло быть иначе? Ведь они подружились еще в 90-е годы, когда Саакашвили учился в Киеве. И идут с той поры по жизни вместе. Вот Кристины сына Саакашвили. Крестный отец Виктор Ющенко. Вот они вместе собирают и давят ногами виноград. В гостях у друг друга они бывают часто. Во время грузино-осетинского конфликта семья Саакашвили на всякий случай спряталась в Крыму, в резиденции президента Украины. А Ющенко по-семейному и втайне от правительства и парламента помог своему другу оружием. Были поставлены зенитно-ракетные комплексы БУК. Плюс к этому были набраны экипажи из числа украинских граждан, которые эти БУКи обслуживали. Оба хорошо учились. Оба мечтали о большой карьере. Ющенко сделал премьером Кучма. Саакашвили стал министром юстиции при Шеварнадзе. Оба называли своих президентов учителями, но потом решили, что старикам тут не место. Кучма, предчувствуя плохое, отправил премьера в отставку. И Ющенко стал активным оппозиционером. Даже в войне есть один выход – это переговоры. Поэтому переговорный процесс, он безальтернативный. Саакашвили тоже забыв все хорошее, что сделал для него Шеварнадзе, вынашивал планы свержения тряхлой власти. Предать вчерашнего соратника – это считается политическим искусством. Ловко наврать в газете или на телевидении – считается эффективным умением использовать средства массовой информации. То есть, грубо говоря, морально-этические правила ничего не значат. Саакашвили взял власть раньше. И к украинскому Майдану схема была уже отработана. Только обошелся он дороже – в 5 миллиардов долларов. Оба считали Соединенные Штаты Америки сверхдержавой, которая способна научить отсталые народы, как наладить нормальную жизнь. И получали прямые инструкции, не понимая, в чем истинный план могущественных покровителей. Неважно, проголосовали за тебя, не проголосовали за тебя, выбрали тебя, не выбрали. Если тебя в Вашингтоне утвердили, ты будешь депутатом, министром, президентом. Если не утвердили – не будешь. Оба женились на иностранках, которые помогли им наладить полезные связи на Западе и двигали лучше любого паровоза к победе. Обоих невероятно любил народ, верил, ждал перемен. Ющенко! Ющенко! И оба потеряли власть, упав как будто в черную дыру. И народ, и заграничные покровители от них отвернулись. Политик, который не чувствует свой народ, может привести его только на кладбище. Чтобы споедин Ющенко блистательно и исполнил. Здесь ничего проще, никого нету, здесь драма на самом деле. Я думаю, что он с большим вздохом облегчения ушел в небытие политическое. Хотя я цеплялся за везда последнего, так что ногти крошили. Ющенко решил, что станет главным примером для всей страны. Человеком верующим, понимающим корни, знающим и любящим свой язык, историю и традиции. Но в желании стать образцовым украинцем ему изменило чувство меры. Он стал делить украинцев, граждан Украины, на настоящих и ненастоящих. На, так сказать, сильных духом сведомых украинцев. И на всяких рабов России и прочее-прочее. Это неизбежно должно было привести к конфликту, и так оно и случилось. Люди из его окружения рассказывают, что Ющенко мог поцеловать на ярмарке коромысла и прослезиться при виде рушника. И многие говорят, что это было абсолютно искренне. Он действительно любил свою родину. Присягаю, что каждый сможет учить детей на языке своих родителей. Но в итоге русскоязычному населению Украины он в этом праве отказал. Слова, сказанные на площади свободы, были им забыты очень быстро. За первые два года президентства Ющенко более 600 школ с преподаванием на русском языке исчезли. То есть каждый день исчезала на территории Украины одна школа с преподаванием на русском языке. Я любил украинскую мову. А после того, как взяли Конституцию, в которой всего лишь один язык, когда 70% населения пользуются исключительно русским языком, Я отказываюсь понимать украинский язык. Такое высказывание при Ющенко означало путевку в никуда. Все чиновники и другие деятели, которые защищали право говорить по-русски, увольнялись и получали клеймо национального предателя. Ющенко стал первым украинским президентом, который открыто, не стесняясь, заявил о том, что Украина представляет собой антирусский проект. Ющенко сказал следующее. Мы не малороссы, мы не новороссы, мы украинцы. Украинцы – это значит не русские. Первым это озвучил именно Ющенко. Огромные, просто фантастические для бедной Украины деньги он потратил на мероприятие в честь 75-летия Голодомора. Голод на Украине в начале 30-х Ющенко попытался сделать национальной идеей. Траур в стране длился неделю. Дети в школе рисовали умерших в то время людей. Строились помпезные памятники. Информационная кампания была невероятно мощной. Потратить такие безумные деньги на сам мемориал, причем не только в Киеве, но и по всей стране, это 700 миллионов гривен, это, чтобы мы понимали, порядка 150 миллионов долларов. В то время, когда уже, к сожалению, ситуация такая, что эта оранжевая власть скоро приведет к тому, что живых нечем будет кормить. Но Ющенко считал, что это очень важно. Указать народу Украины, что причина всех его несчастий – соседняя страна-поработитель. За этой трагедией стоят миллионы невинных жертв, убитых сталинским режимом, Советской империей. Этот голод искусственный. Цель – уничтожить мой народ, подорвать силы Украины. Хотя Голодомор, вообще голод в 30-е годы он в равной степени затронул и по Волжье российское, и другие регионы, РСФСР. Но вот всячески педалировалась именно тема о том, что это была сознательная акция Сталина в отношении украинского народа. Уже теряя власть, понимая, что второго срока не будет, Виктор Ющенко сделал еще один эффектный жест. Присвоил звание Героя Украины Степану Бандере как символу борьбы с советской властью. Большего оскорбления украинскому народу нанести было нельзя. Они привели себя как головорезы, это бягкость, живодеры. По отношению к русским, особенно к украинцам, которые были за советскую власть. Резали детей и женщин, вот только стоило заподозрить в какой-то симпатии там к советам, коммунистам, ко всему остальному. Отец Виктора Ющенко воевал, был узником Освенцима и еще нескольких концентрационных лагерей. Как же так, потом удивлялись люди. Почему Виктор Ющенко при этом не скрывает симпатии к националистическим формированиям? Ющенко героизировал украинскую повстанческую армию. Как известно, был ряд крупных скандалов, когда он возвел в рамк национальных героев фашистских убийц и преступников. В 2008-м вышла книга израильского автора Юрия Вильнера, которая дала ответ на этот вопрос. Изучив множество документов, Вильнер пришел к выводу. Андрей Ющенко в период войны сотрудничал с немцами. Сначала в роли лагерного полицая, а затем и внедренного агента-осведомителя. Недавно весь мир увидел фотографию, сделанную ФБР на сборище Национального альянса молодежной организации поклонников Гитлера. На трибуне молодая Екатерина Чумаченко, нынешняя супруга Ющенко. Рука поднята в фашистском приветствии. Но глобального шока этот снимок на Украине не вызвал. Все, что связано с фашизмом, перестало быть страшным. Главным врагом стала Россия. Мы! 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 Виктор Ющенко был одним из этапов кампании США по взращиванию на Украине антироссийского монстра. Государством монстра и обманутого народа, ставшим монстром. Которому были привиты исторические фальшивки, фальсификации. И который, отрекшись от православной русскости, доказывает новому хозяину, что он верен новой идентичности, новому самосознанию. Он признал в конце своего президентского срока, что не смог повысить уровень жизни граждан, и экономика зашла в тупик. В стране может быть невиданная инфляция, которая закончится социальной катастрофой. Я вынужден сказать эти слова. И зачем он снова баллотировался в президенты, понять уже было невозможно. Ведь он не смог совладать с Тимошенками и Януковичами, олигархическими кланами, обеспечить вступление в Евросоюз и победить нищету. На выборах президента в 2010-м он набрал всего 5% голосов. Всех остальных отметили, кому аплодировали, кого освистали, а его просто не заметили. Но это нужно уметь. Это, в общем-то, в мировой политике, опять же, трудно найти. А потом он как будто растворился в пространстве. Как и не было такого политика Виктора Ющенко, лидера нации и оранжевой революции, президента больших надежд. Ющенко скорее трагическая фигура. Вот у меня он вызывает такое сочувствие скорее, чем какие-то другие чувства. Всё-таки он явно страдает какой-то серьёзной болезнью, которая будет болеть до самой смерти. Одним из главных его достоинств всегда была европейская внешность. Красивый, подтянутый, спортивный, полный энергии и вкуса к жизни. Я альпинист, я гордый лыжник. У меня нормальное здоровье. У меня нет ни одной хроники. Ни одной. И фиксирую внимание, что молодой человек, который занимался спортом, был самый часто болеющий сотрудник правительственного, посещавший поликлинику. Ну вот на коже какие-то высыпания, ему ставят рожа, потом рожа проходит, потом ещё что-то, там, атопический дерматит, потом снова рожа. Заболевания нервной системы, корешковые боли, радикулиты, остеохондроз, разные болезни сменяемые. Российский эпидемиолог Игорь Гундаров изучил историю болезни Ющенко, начиная с 90-х годов, и пришёл к ужасному выводу. Бывший президент Украины давно болен проказой. О лепре говорят сливообразные уши, полное искажение черт лица, которое называют маской льва, и общее поражение всех внутренних органов. При разговоре личном со специалистами все говорят, да, это проказа. Но сказать громко страшно. Почему? Вот у всех у людей такое ощущение, что если человек занимает высокую государственную должность, то у него не может дизентерия быть. А это на самом деле инфекция безразлична, ты принц или нищий, она поражает всех. Официальный диагноз Ющенко так и неизвестен. Про диоксин все давно замолчали. Смысла делать из сбитого лётчика жертву политического террора сегодня нет. Живёт он теперь вдали от актуальных событий. Деньги есть. Семья крепкая. Делает мёд. И всё. И нет политика. То есть это о чём говорит? О том, что, видимо, и не было политика. Но он был первым, кто показал Украине, что страной способен управлять Майдан. Ющенко! И с тех пор идёт бесконечная борьба за власть. И люди продолжают верить в обещания десятилетней давности. Новый президент проведёт реформы. Главный враг – Россия. Мы вот-вот будем в Европе. Эффект Майдана. Он ещё и называется эффектом Тахрира. Когда все вопросы решаются исключительно на площади. Ну, эффект Майдана носит циклический характер. Потому что политики, которые приходят в результате его к власти, не способны договариваться. И не готовы ограничивать собственные ресурсы для того, чтобы сработано общее благо.